Требования законодательства о предвыборной агитации запрещают муниципальным служащим использовать свое служебное и должностное положение в период подготовки и проведения выборов. Мною выявлены вопиющие факты нарушения главой администрации Питерского муниципального района, допущенной Дерябину Дмитриевичу, который 27 июля зарегистрирован кандидатом депутаты в представительный орган муниципального образования. В соответствии с пунктом 1 ст. 40 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, кандидаты, замещающие выборные муниципальные должности при проведении своей избирательной кампании, неправе использовать преимущество своего должностного или служебного положения на период избирательной кампании. Такие кандидаты входят в отпуск, несмотря на установленные законом запреты по использованию служебного положения. Кандидат в депутаты Дерябин Виктор Николаевич периодически использует помещения, занимаемые администрацией муниципального района, имеет доступ к муниципальным средствам информации, а также обнародует в период избирательной кампании информацию о проделанной работе. При этом, осознавая, что он находится в отпуске, открыто участвует в активе района 5 августа 2016 года, находится в президиуме как глава администрации муниципального района и осуществляет сообщения о работе разного рода питерского муниципального района. В присутствии заместителей министра сельского хозяйства Саратовской области, а также руководителей организаций и предприятий района. Хочу обратить внимание, что в этом выступлении звучат статистические данные положения района среди других муниципалитетов, в том числе сведения, указывающие на заслуги главы района перед населением. Еще раз хочу обратить внимание, что выступая как глава администрации на активе районном, уже находящегося в отпуске, о чем официально, он уведомил территориальную избирательную комиссию. Но этим участием в активе дело не закончилось. Мною еще дважды были установлены факты его нахождения на рабочем месте в период предвыборной кампании, в то время как по закону он является отстраненным муниципальным служащим и не вправе использовать служебное положение, в том числе находиться в своем рабочем кабинете. Я представляю вашему вниманию несколько фрагментов видео, подтверждающих фактов неоднократных нарушений кандидатов в депутаты Дерябином Виктором Николаевичем в законодательство о выборах. Продолжение следует... Время для выступления до 15 минут, время для подведения до 10 минут, время для справки ответа на вопросы до 3 минут, время для принятия решений собрания актива до 5 минут. Собрание актива... Депутаты приглашают... Почему меня не уведомили? На где приглашаемся? Почему меня не уведомили? На где приглашаются? Да. Но тем не менее, находясь в отпуске, вам, Петр Товарищ, не помешало это отписанное распоряжение о взламывании моего кабинета, который я законно занимала в настоящем время. Я законно время 7 лет обещала мне помочь, но переориентировалась. Вот сегодня решается вопрос о модернизации той котельной, которая, так сказать, можно ее назвать убогой. И решается, выделены полученные инвестиции в 8 миллионов, которые будут решены. И решена быть проблема, и школы, садик, и все будут обеспечены нормальным диплом, и не будем платить лишние деньги. Вот что дерево наладит. Это огромнейшая победа в нашем заслуженном районе обеспечить население водой. Стабильно, постоянно. И в Александрске такая проблема нужна. И зачем очистные сооружения? Сегодня без очистных сооружений проекты не строятся. Поэтому и опытные станции на сегодня, и Александрске, и своды плотины, которые есть вопрос, есть нарекания. Но они решаются, много сделано. А учителям огромное спасибо директорам садиков, директорам школ, директорам, которые занимаются, именно занимаются своей работой, которая постоянно беретесь. Это огромное. Сегодня-завтра придется пройти этот август, придет 1 сентября, дети придут. Прекрасный класс. Мы уже были в школе, в своем классе занимаются, классы готовятся. И я думаю, все будет в порядке. Поэтому и сразу. Стабильность района, стабильность, как политическая, так и экономическая, она есть. И поэтому на этой триконе Дерябин стоит, и пока будет стоять. Господин замглавы администрации, можно знать, Александр Александрович, причину моего увольнения? Причину моего увольнения? Причину моего увольнения? Да. Вы же сами знаете. Какая? Вы же сами знаете. Ну какая причина? Написано. А? В распоряжении написано. Ну а что там? Там не ясно, из-за чего меня увольняют. Не ясно из-за чего? Нет. А чем здесь? Он сейчас здесь? Не ведайте, не ведайте, что творите. Он здесь? Он же здесь. Так, ничего, нечего пояснить. Дерябин здесь. А вот, да. Я к вам. Я ухожу. Владимир Владимирович. Здрасте. Здрасте. Двадцать. Какое число? Двадцать. Сегодня пятница. Двадцать шестое. Значит, августа. Глава администрации вместо законного отпуска. А он в законном отпуске? В своем рабочем кабинете. Вижу здесь директора школы. Кандидат в депутаты. Он отозван из отпуска на сегодня. Почему? Выходите, почему? В кабинете. Он меня закрыл, не выпускает из кабинета, потому что он нарушил закон. Ирина Юрьевна. А почему он дверь открыт? Как это снять? Пускай дверь открыта. Пойдем. 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 Ну, другое дело. Замечательно. Камера не выключается. Уважаемая Клава Девалековна, я отозван на сегодняшний день. Каким образом? Скажите, какое сегодня число? Двадцать шесть. Какое? Двадцать шесть. Двадцать шесть августа? Я уже сказала. Территориальная избирательная комиссия. Здравствуйте, можно? Да, можно. Там, Анатольевна, к вам пришел кандидат в депутаты по Алексашинскому округу. Значит, сегодня двадцать шестое пятница, а то в администрации сейчас мы скажем, что сегодня двадцать восьмое. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Я сейчас у людей пока шла спросила. Сейчас я зафиксировала, как кандидат в депутаты, Дерябин Виктор Николаевич, находится в своем служебном кабинете и беседовал он с директором школы. То есть он находится на рабочем месте. Вчера мне Иванов, ой, 23-го числа, когда я была уволена, я пришла также с видеокамерой к Иванову. Он сказал, идите, Григорий Николаевич, он сейчас здесь. То есть он регулярно у нас появляется на работе, нарушая закон о выборах. Вот я вам делаю официальное заявление, что он как кандидат нарушил закон. Самое главное, я пришла сейчас, не выключая камеру оттуда, администрация, до вас. Я думаю, сейчас можно выключить, потому что вы подтвердили, что сегодня 26 августа, пятница. Правильно? Да. Хотя сейчас сотрудники администрации начали мне говорить, что сегодня 28-е. Вот, все, спасибо. Я обратилась в территориально-избирательную комиссию с заявлением о снятии его кандидатуры за допущенные многочисленные нарушения в предвыборной кампании. Уважаемые члены комиссии, у вас есть вопрос с Владимира Валерьевна? У меня вопрос с Владимира Валерьевна. А вы в каком качестве находились на этот сомненный? Дело в том, что просила бы обратить ваше внимание, уважаемая Татьяна Геннадьевна, что закон трактует о муниципальных служащих. Я муниципальным служащей не являюсь. Вы все-таки были там как приглашенный или как член? Где? Вот на этом сомнении. Как депутат действующий, да. Уважаемые члены комиссии, рассмотрев обращение в территориальной избирательной комиссии, в этот же день, в 26-м, мы направили кандидату депутаты Делябину Виктору Николаевичу, чтобы он нам дал пояснение и объяснение после счетку обращения в Викторию Владимира Валерьевна. Уважаемые члены председательной избирательной комиссии, значит, по поводу хочу сообщить. Актив – это гражданская позиция, и действительно работали, полугодие проводили, и я не мог не выставить, я с агитацией не выступал. Я акцентирую факты, которые прошли за 6 месяцев в районе. Значит, никакой агитации нет, и на ролике, и нигде. Клавдия Валерьевна выступала после, совсем о другом. Поэтому я не считаю здесь ничего сложного, и закон я не нарушил. Подведены были итоги, приглашены, никакой агитации здесь нет. Все руководители знают о событиях, которые происходят в районе, поэтому мы не перед населением выступали, не в Алексашкино, тем более в избирательном округе, а здесь на Активе. Считаю, что здесь нарушений нет. По второму вопросу, значит, в кабинет. В кабинете я находился для того, чтобы забрать свои дневники, тетради, книги. Я сидел за столом и, значит, собирал, зашла, открылась дверь, зашла Татьяна. Продолжение следует, можно один вопрос? Я вообще-то в отпуске, и уходить собирается. Вылетает Клавдия Валерьевна с камеры, начинает снимать. Я просто бросил, говорю, я отозван из ОССК, отстаньте от меня. Хватит меня пасти, караулить, снимать нарушения. Больше я на работе не был, никаких решений не принимал, не было увольнений, не отстранений Клавдия Валерьевна. Я не принимал участия здесь, поэтому прошу рассмотреть комиссию. Добавить мне пока. Вот, ничего не считаю. Я зашел, и никто законно не сброняет, зайти в кабинет, забрать свои вещи. И там еще не один раз придется приходить. А дневники, которые мне необходимы были, я и должен был забрать. Уважаемый человек, у вас есть вопросы? Есть вопросы. Виктор Николаевич, вы говорите, что вы присутствовали на участие актива. Присутствующий, я понимаю, сидит в общем зале. Вы сидели в президиуме и вели этот актив. Зная, что вы в отпуске. Да, в отпуске. Значит, у нас должны были приехать... У вас исполняющего не было, который мог заменить вас на этот период. Тем более, вы знали закон. Вы же знали этот закон, что вам нельзя это. Что это идет нарушение, противоречит вам. И тем не менее, вы сидели в президиуме и вели этот актив. И я думаю, что исполняющий обязан мог за вас отчитаться за полугодие о проделанной работе. У нас в правительстве просили, чтобы провели последние, значит, итоговые шестимечества. Ну, значит, нужно поставить был на тот срок, когда вы еще были на работе. Уточнение было нужно внести. Срок обозначен в правительстве, в соответствии, значит, и... Хорошо. Еще есть вопрос. Вот здесь вы говорите, вы не вели агитацию. Вы прямую агитацию вели в модернизацию по обеспечению населения водой. Я помню, сколько лет я работала, и до сих пор, вот и сейчас я слышу это звучит. Это разве не агитация, что я обеспечу водой? Так, я обеспечу. Да, агитация мы премию, мы сделаем, я возглавляя. Благодарность директорам и заведующим за то, что подготовили. Это отчет? Экономический отчет? Конечно. Дерябин стоял и стоять будет, это тоже экономический отчет. Какое давление? Это давление. Нет, ну там на видео записано, я же не знаю, кому вы отвечали. Это давление. В зале сидели руководители, представители, бюджетники. И они, естественно, воспринимали, что дирябин стоял и будет стоять. Они меня не избирают. Это не мой округ, никакой агитации здесь сидят. Вы с Аликсашкина сидели представители, заведующая детским садиком, глава, директор школы. Я не вижу здесь никакого давления. Ну это ваша миленькая. Я в ролике тоже не услышала, чтобы было местоимение «Я». Информация предоставлялась в общем. Давайте посмотрим заодно. Давайте видео включим. Давайте включим видео. Указаны были не так. Видео, видео. Уважаемые члены территориальной комиссии, можно обратиться? Уважаемые члены, видите, вы начинаете к «Я» и к «Запятой» обращаться. Это великое счастье, что у меня есть камера доказать. Потому что люди боятся быть свидетелями. Потому что видят, как поступают с тем, кто задает вопросы неудобные. Сейчас вы, вместо того, чтобы учесть закон, вы сейчас, вы сейчас, нет, подождите, секундочку, вы сейчас, вместо того, чтобы огласить зафиксированные факты, нахождение, за дневником ли он там зашел, он ввел там прием. Вот сейчас, вот сейчас, секундочку, вы вызвали директора школы. Я никого не вызываю. Вы вызвали директора школы. И сигнал мне был, что он здесь опять. Это не первый раз. Иванов, 23-го числа, когда он сказал, что он здесь. И когда кабинет, если Тамара Владимировна нет в кабинете, разве не будет кабинет открыт? 23-й кабинет был открыт, вам секретарь показал. Да, а почему он открыт? Мой кабинет был закрыт, а вы ему сказали, что взломали, понимаете? Как это, кабинет открыт? И она сказала, что у вас нет. А я, 23-й, постеснялась, наглости не набралась, чтобы зайти и вас там заставить, хотя вы там были. Вы ждали, какой продукт. Я не отогнал, это понятно, это ваше. Но Иванов сказал, что он там, иди. Как это, молчу. Он официальное лицо, он сидит в кресле замглавы, исполняет обязанности. Вы убедились, что у меня там не было кабинета. Нет, я не убедилась. Я не убедилась. А вот в следующий день, 26-го числа. А 26-го числа, когда секретарь ваша сказал, что вас нет, куда вы пошли, а вы сидите и беседуете. Это беседа идет, там ничего не было. Беседа идет, да. Никто не берет дневники, никто не берет. Это беседа идет. И 16-го августа члены избирательной территориальной комиссии. Я прошу сейчас соблюдать закон. А отмести, что Виталий Николаевич, глава администрации, вот оно, то самое, идет у нас нарушение закона. Вы смотрите по факту, видео вам идет. Главдия Валерьевна, это вы сейчас давление уже на нас оказываете? Да, это давление, я призываю, я знаю, это я призываю, закон тебе дать. Вы исполняете свои полномочия. У нас есть таблика, не полномочия. Но исполняйте его по закону тогда, тогда просьба, исполняйте его по закону. Главдия Валерьевна, в представленном материале я не увидела нигде, что Виктор Миколаевич сказал «я». Давайте посмотрим еще раз. То есть «я». А то, что не хватит, что Дерябин стоял и будет стоять. Что, не уже не хватит? Я не услышала, я услышала, что он говорил о недостатке. А что, Клавдия Валерьевна такая стекает, что 7 лет на… Татьяна Геннадьевна, а раз не агитация… Не, ну раз… Пожалуйста, включите ве. Ну раз не агитация? Клавдия Валерьевна ничего не сделала за 7 лет, обещала, в другой округ перекинулась. Это уже агитация. О каком? О своем, Елена Васильевна. Мы по существу разговариваем. Каждый говорит о своем. Каждый говорит, вот увидел, каждый посмотрел этот ролик. И подгончик, подгончик. Сделайте громкость. Ну надо было преобеспечить. Какая стена? Вот вам видно. А, или может на двойник, как на суде было сказано? Тише, тише. Вот вам, живой же. Не судебник тогда надо сделать. Сети подвижены. Есть вопрос, есть на рекаме. Но они… Есть вопрос, есть на рекаме. Тише, тише. А, ищите, я вам обращаю спасибо директору Азербайджану, директору Азербайджану, директору Азербайджану, который занимается именно за зеленой историей работы, документ на страны в рейтбе. И так, ровно, сегодня, завтра, в рейтбе, до конца в рейтбе придут. Ждет верность, и выляете его прекрасный класс. Ну, нажмите на это, благодарность от кого идет, как от головы или от кого? Не от кого. Ну, как от не от кого? Ну, вы видите, получается так. Нет, из уст головы идет. От кого благодарность идет? Виту лица. А, неизвестного лица? Это же итоги подводятся. А какое право он имеет итоги подводить? Он в отпуске. Но вы это не хотите слышать, Татьяна Кеннадьевна? Будут вопросы к присутствующим. Есть вопросы? Какие будут у вас предложения? Если нет вопросов, тогда какие будут предложения по данному вопросу? Так как мы члены комиссии, мое предложение обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации директора Николая Валича в качестве кандидата. Илья Васильевна, извините, пожалуйста. Только суд может решить, отменить или нет. Пусть разбирается суд. Кто прав, кто виноват. Мое мнение, в представленном материале, как Владива Валерьевна заявляет, грубейшие нарушения и использование своего положения, я об этом не увидела ничего. И я считаю, что вот из всего того, что мы увидели и услышали, необходимо просто обратить внимание нашего кандидата к депутату, Павелу Сашинского, Павелу, номер 7. Обратить внимание на недопущение давать повод к таким вот действиям. Но именно обратить внимание. А ничего такого вот криминального я в этом не узнала. Это мое мнение. Так как вы муниципальный служащий, работаете еще, единоросс. Конечно, вы будете за единороссом. Тем более за меня это... Давайте вы говорите по существу дела, по существу вопроса. И ни в коем случае не как-то перебегайте к личности муниципальных служащих. Она член комиссии. На сегодня, Татьяна Грина, член комиссии, такой же равный, как и мы все здесь с вами. Татьяна Грина, если позвольте одну только реплику. Я прошу вас, уважаемые члены территориальной избирательной комиссии, придерживаться закона. Закон трактует. В отпуск муниципальный служащий ушел на выборной кампании, все. Там нет у него больше прав. Только обязанность быть в отпуске. Не отозванным, не выступать ни на собрании, ни на активе. Он нигде не имеет права. Еще раз повторю, несколько фраз. Клавдия Валерьевна 7 лет там обещала, переориентировалась на другой округ. А Дерябин стоял здесь и будет стоять. Это были и заслуги. Я не буду больше говорить. Нет, я вам вопрос вообще не задавала. Я сказала, почему-то, если я была в отпуске, Виктор Николаевич, меня не пригласили на этот актив, а вы в отпуске находясь, почему-то его и вели. Вот вам преимущество служебного положения, когда мы равны кандидатам. Прошу, пусть комиссия седает. Уважаемые члены комиссии, давайте соблюдать регламент и приглашенные тоже. Есть у кого-то еще какие-то предложения, вопросы, замечания? Ну, два предложения, давайте голосовать за них. Батаржан Сюремратович, у вас есть какие-то комментарии, предложения? Ну, у меня нет такого образования следственного или прокурорского, какого-то такого. Ну, согласно видеоматериалу, согласно всем заявлениям, однозначное решение не могу принять. Так что, давайте сопутствующие органы. То, что мы вправе здесь решить, мы решим, давайте. А то, что мы не вправе, то решаем. То, что мы можем решить, мы решим. А то, что дальше... С этим, наверное, кто-то должен разбираться специально в органах. Вы члены территориальной избирательной комиссии. Вы увидели и услышали. Я понял, понял. Поэтому вы должны какое-то капитентное мнение свое вынести. Налицо есть нарушение. Ну, займите. Да, налицо есть нарушение. То, что человек в отпуске присутствовал, не то, что присутствовал, а руководил. Понятно. У вас, Михаил Ильич. Я согласен, то, что мы. Или у нас есть, или нет. Ну, да, у меня тоже есть мнение о том, что, значит, мое мнение такое, что мне нужно, да, Виктору Николаевичу внимание больше обращать на то, что в дальнейшем не допустить таких действий. То есть не обращаться в суд. Так, уважаемые члены комиссии. То есть у нас как бы два мнения по данному вопросу. То есть мы должны с вами принять решение, соответственно, отреагировав на обращение на объяснение. И поэтому мы должны с вами вынести какое-то решение. Как бы у нас два мнения возникло, да, по данному вопросу. Ставим вопрос тогда на голосование. Да. Кто за то, чтобы удовлетворить предложение Надежды Николаевны Сиренковой, члена территориальной избирательной комиссии права решающего голоса, об обращении территориальной избирательной комиссии в суд по данному вопросу. Прошу голосовать. Уважаемые члены комиссии. То есть у нас по первому предложению три за, и по второму предложению также три за. То есть мнения наши разделились поровну. Поэтому в соответствии с пунктом 15 статьи 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, я вам зачитаю статью, что она трактует. При принятии комиссии решений в случае равного числа голосов членов комиссии с правом решающего голоса, поданных за и против, голос председателя комиссии является решающим. Поэтому мое решение такое, что да, вы хотите провести честные выборы, участвуйте в выборах. Я считаю, что мы должны вынести решение, обратить внимание кандидатов-депутатов по Алексашкинскому многомандатному избирательному округу номер 7 Дерябину Виктору Николаевичу на недопустимость участия в организации проведения публичных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Питерского муниципального района. И направить настоящее решение, я так думаю, что кандидатам депутата Виктора Николаевичу Дерябину, Кладеи Валерьевне Гриховецкой. Тамар Валерьевне Гриховецкой, вы как председатель, вы сегодня ведете себя непорядочно по этому вопросу. Вы неправильную сегодня позицию. Когда у нас были заявления от жителей Алексашинского округа, подделанные, я не знаю, какие там подписи, вы побежали, не извести в членов комиссии, сразу к прокуратуре. Вы помните об этом, да? Когда я вам позвонила, почему вы нас, членов, не пригласили? Пожалуйста, выражение. Не побежали, не побежали. Пошли за речью. Хорошо. Я же обратилась к прокуратуру. Тогда вам нужно это было. А сейчас хорошо. Все. Ну, понял. Ну, спасибо, что у меня будет видеозапись. Тамара Владимировна тоже будет отвечать перед законом за то, что грубейшее нарушение закона. И сейчас, уважаемые члены территориальной комиссии, больше никаких заседаний официальных не будет до 18 сентября. Это вы заинтересованы, и вы в том числе, Тамара Владимировна, официально вам заявляют. Вот заволокичивание вот этого дела и не рассматривание по существу. Вы сейчас нарушаете закон. Грубейшее нарушение. Четыре грубейших нарушения. Вы даже у нас зашли отбили в загружении будете. Ну, я ожидала. Конечно, это ваше мнение. Вот вы подчеркиваете свою зависимость от Виктора Николаевича. Да, я могу и имею право высказать свое мнение. Уважаемые члены комиссии, вопрос исчерпан. Приглашенных прошло освободить помещение. Мы остаемся для дальнейшей работы. Продолжение следует...